Такие вот трактора Естественно, про надежность здесь говорить не о чем Здесь, как бы, как мы видим, здесь вообще мастерской как таковой здесь нет То есть люди покупают, они на них ездят, только масло сюда приезжают менять Ну, масло смазывают там вот это по этим самым И они говорят, что даже мастерских здесь особо внутрь никто ничего не залазит Потому что это ни к чему Тут уже все настроено с завода и все работает И так, ну, сказали, что, ну, как мне вот этот продавец сказал, что 5000 часов Эти трактора спокойно работают при должном уходе То есть 5000 часов вполне нормально Без всяких проблем Потом уже ты там сам смотришь, может быть, что-то там надо подкрутить, заменить А так при смене масла, фильтров и там всяких, скажем, смазать, есть элементы Там надо шарниры и так далее То есть оси Это в порядке вещей там написано в инструкции, когда что делать, это все легко Также По цене, ну, естественно, по цене тут все сразу скажут Ну, вот тут, блин, трактора какие-то нереально дорогие Но, что вы хотели? Это японские трактора И новые, причем это не было Естественно Новые мало кто покупает в России Да и в Японии как бы покупают Но в Японии покупают их как бы фермеры, у которых деньги есть И они на тракторах особо, как скажем, ну, не заморачиваются То есть они покупают любой вот открытый там Потому что у них не жарко, не холодно там особо И катаются на нем круглый год Вот, а закрытый, естественно, стоит дороже Вот так вот, например, открытый вот такой 23, как сказать, лошадиных сил сильный трактор Стоит в районе, по-моему, 2,5, где-то, да, 2,5 или 2 миллионов йен Вот такой Вот такой вот 25 лошадиных сил закрытый с кабиной стоит около 3, 3,5 миллионов йен Вот такой вот Ну, с культиватором, естественно, со всеми делами там все в комплекте А вот такой вот, значит, побольше, который NTA High Speed там 34 Насчет 34 я не уверен Но вот 28 до этого я смотрел Который там у них тоже стоит Тоже если High Speed брать Около 5 миллионов стоит вот такой вот Ну, потому что, как я вам уже сказал Все эти самые стекла всякие там Да, там, ну, внутри там тоже всякой кучи электроники там наворотов То есть очень все дорого это стоит А по, скажем так, функционалу все то же самое Потому что на автомате, ну, на автоматической рукопередач Вы по поле ездить явно не будете Это только для дороги там В поле работать на механике всегда Вот А, например, подключение доп. оборудования Тоже, как бы, оно на всех одинаковое здесь, как бы Ну, единственное, что у японцев, конечно, там Ну, под разные мощности и разные культиваторы разные Ну, это все, это понятно Но оборудование для каждого модели есть И без проблем Можно найти запчасти и все Как бы в Японии это вообще проблем нет Даже новый двигатель Даже если вы, например, будете покупать его с завода там Ну, под заказ Вот Новый двигатель стоит Ну, допустим, даже вот на этот 400 тысяч иен новый двигатель Вот это в рублях где-то 200 тысяч рублей стоит Новый движок То есть 400 тысяч иен То есть это где-то 15% от стоимости трактора Двигателя То есть, как вы видите, что Основная цена идет не за двигателя, а за Эту электронную начинку Вот это там то, что Функции там разные Ну, в принципе, и все Что еще тут показать Ну, такой вот небольшой 22-сильный Секи есть у них Потом Наверное, на улице покажу здесь у них Которые рабочие На которых они тут работают Вот, пожалуйста Скультиватор небольшой Открытый Вот 25-сильный Трактор Ключи все здесь Здесь даже никто не заморачивается Никто не вытаскивает Что-то прям Как бы Вот там вот у них техобслуживание делают Тракторов Но уже старых в основном И вот этот Как его называют Кун Кун его называют Все забывают Кун с ковшом Вот этот Кун, значит На тут Например, самый даже Такой простенький Стоит миллион почти В Японии Поэтому не каждый Себе может позволить Этот Кун Вот так вот Ну что, пойдемте посмотрим Так вот еще вдоль Пронесу Это вот вся техника На техобслуживании Вот им привезли Даже вот на таких мелких Есть номера У кого есть номера Они по дорогам катаются У кого нет номеров Они, соответственно Не могут по дорогам кататься А То есть Ездят только по полям Вот такой вот Желтенький есть Такие вот Рисосажалки Вот Рисособиралка Комбайн Скажем так Мини Даже вон Такие вот Есть Мультиватор С огромными Колесами Как вы видите Новые модели Здесь Не пахнет Новые трактора Сюда и не привозят Привозят только те Которые уже там Бэушные уже Сколько им лет Вот так вот Такой вот Интересный Культиватор Это конкретно все Фирмы Исеки Это фирменный магазин Фирменный салон Здесь только эта техника Больше другой никакой нету И не обслуживается Другая техника Как мы видим Как мы видим Думаю Думаю кому-то будет интересно Узнать Как же все таки в Японии С этим дело обстоит Вот даже вот такая мини Сажалка есть Вот пожалуйста Вручную тут Первая вторая Скорость нейтраль Да есть Все таки в Японии Есть тоже такие же магазины Садовой техники Но я вам так скажу Найти данный магазин Найти данный магазин Очень сложно Это Это не Токио И далеко не Токио Это где-то Вот я сюда заехал Это в Канагаве То есть ближе там Там к полям То есть Там где есть Сады Есть огороды А в Токио Магазинов таких Вы не найдете И в пригороде Токио В том числе Поэтому Если вы все таки То есть как бы Хотите в Японии Посмотреть Посетить Такие вот Того рода Магазины Какие-то Садовые техники То вам придется Поездить Примерно там Хотя бы Вдоль окраины Там Канагавы Где-нибудь Около часа Двух Поискать В принципе Как у меня и вышло Вот так вот Ну вот такое вот Небольшое видео Из магазина Садовой техники В Японии Исеки Вот видно Если вам понравилось Обязательно подписывайтесь Ставьте лайки А если какие-то Остались вопросы Обязательно Задавайте их В комментариях С вами был Дэн До связи